Новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. Здравствуйте! Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Медиабал собрал начинающих журналистов, видеоблогеров, фотографов и операторов Подмосковья. Я очень горжусь ребятами. Я знаю, что был сложный год, они прошли много испытаний. Многие из них смогли простажироваться в федеральных СМИ. Расскажем о том, что происходит в школе номер 9 после уроков. Жизненный путь. Ну, по-китайски да. Тут мне стало все понятно. Я помню, что я сделал карьеру священника. И состоялась концертная программа для получателей услуг Центра Вера. В районном центре культуры и досуга прошел медиабал, собравший лучших начинающих журналистов, видеоблогеров, фотографов и операторов молодежных медиацентров Московской области. Они поучаствовали в образовательной программе, выбрали мистера и мисс молодежного медиацентра и получили награды из рук министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Более 200 лучших начинающих журналистов, видеоблогеров, фотографов и операторов молодежных медиацентров Московской области собрались в районном центре культуры и досуга города Видное на медиабал. Мероприятие проходит уже третий год подряд и второй раз в Виновском ДК. Это замечательная площадка для молодых, креативных людей, которые в первую очередь хотят быть полезными для своей непосредственной территории. А здесь сегодня присутствуют представители со всех муниципалитетов Московской области. Медиабал был насыщенным и разнообразным. Сначала гостей ждала образовательная программа. Телеведущие Глеб Пьяных и Юлия Зимина поделились секретами профессии. Затем были конкурсы, по результатам которых гости вечера выбрали мисс и мистера молодежный медиа-центр. С десятиклассницей Елизаветы Кондратьевой из Серпухова, которая и получила позже титул, нам удалось пообщаться еще до подведения итогов конкурса. Мне настолько импонируют все участники, как вальчики, так и девочки. И я действительно восхищаюсь проделанной работой, которую они сделали на финал, свои видеовизитки, конкурсы. Это просто восхитительно. Я искренне рада тому, что я просто здесь нахожусь. Затем участников ждал банкет и мастер-класс по венскому вальсу. После того, как гости немного отдохнули, состоялось награждение лучших медиа-центров региона. Лидерами в этом году стали Ступина, Ивантеевка и Коломна. Я очень горжусь ребятами. Я знаю, что был сложный год, они прошли много испытаний. Многие из них смогли простажироваться в федеральных СМИ, кого-то опубликовали в настоящих реальных федеральных газетах. Я подскажу даже, что все время я там тоже первый раз публиковалась. Это очень серьезный шаг. Нас отмечают, замечают. А самое главное, что ММЦ стало очень таким хорошим, качественным сообществом. Специальный гость бала Марина Юденич отметила, что для журналиста крайне важны умения изучать тему до самой глубины, а не хватать информацию по верхам, слышать все стороны конфликта и прекрасно владеть русским языком. Журналист – это, прежде всего, человек честный, который хочет, чтобы правда восторжествовала. И человек, который хочет донести эту правду, как можно большего количества людей. Ну, это в идеале, конечно. Я бы хотела, чтобы все журналисты были такими. К сожалению, так не всегда получается, но я думаю, что вот для этого и существуют молодежные центры информационные. Для этого мы встречаемся с молодыми журналистами, чтобы объяснить им, рассказать основы профессии. Но главное, я повторюсь еще раз, для журналиста – это честность. А глава Ленинского района рассказал о ближайших планах. Мы со следующего года будем организовывать школу молодого журналиста. То есть мы будем подбирать именно на конкурс на основе тех ребят, которые будут делать очень интересные, хорошие репортажи, в первую очередь, о нашем родном Ленинском районе, о своем поселении, сельском, либо городском. И таким образом мы будем понимать, чем живет молодежь. Мы будем, скорее всего, чему-то у них учиться, потому что сейчас идет век цифровизации. И мы тоже должны соответствовать новым вене. Завершился бал совместным запуском светящихся шаров у здания Центра культуры и досуга. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье перейдет на раздельный сбор отходов. В Подмосковье начнет действовать двухконтейнерная система сбора отходов. Синие баки с изображенной на них бутылкой установят для сухого и чистого мусора, такого как пластик, металл, макулатура, стекло, бумага. Это так называемые полезные отходы, которые могут идти в переработку. Серые баки с изображением банана будут предназначены для смешанных отходов или грязного мусора, пищевых, растительных, загрязненных отходов, средств личной гиены и другого мусора. Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Почти четыре года в Ленинском районе работает проект под говорящим названием «После уроков». В свободное от учебы время школьники знакомятся с интересными людьми, которые делятся с молодежью жизненным опытом, рассказывают о том, как смогли достичь успеха в своем деле, отвечают на вопросы. За это время на встречах с учениками побывали люди самых разных профессий. В этот раз у молодых людей состоялся откровенный разговор со священником. На нем присутствовал наш корреспондент Максим Козлов. Сегодня с учениками видновских школ поделился своим жизненным опытом протеерей Максим Первозванский. Ему, как главному редактору православного молодежного портала «Наследник онлайн», приходится постоянно общаться с молодыми людьми. А такие встречи и для него самого – один из способов поиска истины. Ты заранее знаешь ответ, отвечать скучно. А если приходится думать в процессе, тогда, конечно, гораздо интереснее. То есть у вас у самого есть какие-то вопросы, на которые вы находите ответ уже в ходе рассуждения? Вы знаете, говорят, не кричат только мертвые дети, и вопросов нет только у мертвых людей. Поэтому, конечно, есть. В проекте «После уроков» традиционно проходят встречи с представителями той или иной профессии. Церковное же служение вряд ли можно назвать профессией в строгом смысле этого слова, о чем во вступительном слове сказал настоятель Виннского храма Александр Невского. Я священник и дома, я священник и в храме, я священник и в школе здесь, как и отец Максим. Это не совсем, скажем, работа, но, безусловно, и все особенности работы присутствуют в этом служении. Действительно, для священника служение является неотъемлемой частью жизни, а потому и отношение к ней, как к труду, особенное. Слово такое неприятное, карьера, какой-то там оттенок, не очень такой, якобы, духовный. Из-за этого слова. Так вот, оказывается, что в словаре слово «карьера» значит путь, жизненный путь. Ну, по-китайски «дао». Тут мне стало все понятно, я помню для себя, что я сделал карьеру священника. В разговоре со священником нет запретных тем. Кроме всего прочего, он примерный семьянин. У него девять детей и пятеро внуков. А потому он с удовольствием обсуждал самые важные для молодых людей темы. Старшеклассники, это 9-10 класс, 11-й, тема семьи. У них интересует любовь, взаимоотношения. Вот в основном семья, семья и тема любви у них. Это очень актуально. Опытный оратор, протеерей Максим Первозванский является частым гостем на телевидении. А общаясь с молодежью, не стесняется ни сленговых словечек, ни совершенно неожиданных аллегорий. То есть, как бы, никакой, собственно, движухи, вот когда я куда-то, Роскин остановился, там, не происходило вообще. Говорят, я атеист, и я против церкви вообще. Попы зажрались, золотые кресты на пузо напялили, на мерседесах ездят. Борис Борисович Камещаков позавчера 65 лет исполнил. Представляете, до сих пор поет, а пел еще. Я инженер на сотню рублей, больше я не получу. В ходе встречи гость ответил и на ряд вопросов, присланных накануне встречи по электронной почте. Но главное, живое общение с залом. Как выясняется, многих молодых людей волнуют проблемы буквально вселенского масштаба. Какие вопросы вот интересует, которые можно задать именно священнику и получить на них ответы? Ну, мне кажется, это вопрос добра и зла. Как лучше отнестись к этому миру, мне так кажется. А что именно в мире не устраивает и где именно столкновение идет добра и зла, на ваш взгляд? Ну, в обществе, в школах бывают разные мнения у людей и при этом получаются стычки такие между одноклассниками, например. На протяжении четырех лет проект после уроков не теряет своей актуальности, давая возможность подросткам сориентироваться в современном мире. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Фидное ТВ. Центр «Вера» вновь радушно принял в гости артистов, которые устроили для получателей услуг концертную программу. В эти ноябрьские дни, когда отмечаются такие замечательные праздники, как День матери, щедрый вторник, многим хочется дарить радость. Так и концерт в Центре соцуслуг получился радостным и душевным. Наша съемочная группа увидела выступления артистов, а также побывала за импровизированными кулисами. Несколько минут до начала и зрители в предвкушении концерта. Еще есть время поделиться новостями. Здесь все уже давно перезнакомились. И часть их общей жизни проходит в Центре Вера. Я просто сейчас не могу жить без этой самой Веры. Тут очень хорошо. Народ, с которым можно побеседовать, очень хорошо. Мы сюда ходим как на работу. Раз, и все. Очень хорошо, весело, забавляемся здесь. Разные мероприятия, а кружков здесь сколько много. Концерты и другие мероприятия здесь проводятся по нескольку раз в неделю. И все же пожилые люди с удовольствием приходят посмотреть и послушать выступления. Сегодня в гости к пенсионерам прилетели ласточки – ребята из одноименного детского сада. Здесь они часто выступают. А следом уже готовились выйти на импровизированную сцену школьники. Во второй школе много талантливых ребят. Одни стихи читают, другие поют. Или вот как этот юный баянист только дотронулся до кнопочек, как зрители невольно начали аплодировать. Но и свои доморощенные артисты в вере есть. Пока дети радовали публику, танцевальная пара Людмилы Лозинской и Сергея Солопова репетировала свой номер. И хотя вместе они танцуют всего около месяца, уже готовы выступить на конкурсе. Мы едем на конкурс в город Серпухов и будем защищать Ленинский район от людей старшего поколения. Как вам ваша напарница? Очень хорошо. Не то, что я. Я только на нее вот и равняюсь. А сегодняшнее выступление станет для них генеральной репетицией. Хотя эта публика самая благодарная и небольшие недочеты артистов принимают аплодисментами. Если где-то какие-то шероховатости, недочеты, они всегда наоборот поддержат. Говорят, ничего-ничего, нам все хорошо, вы не волнуйтесь. И детишек поддерживают, и старших поддерживают. Еще и поэтому у Центра Вера так много друзей, которые по первому зову придут, чтобы сделать жизнь пожилых людей ярче и интереснее. Татьяна Брылова, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ. Екатерина Коваленко, ведущая нашей постоянной рубрики «Афиша», расскажет о том, как интересно можно провести предстоящие выходные. Привет, Катя. Впереди у нас выходные. Куда советуешь сходить? Привет, Таня. Наступающие выходные – это первые зимние дни. А значит, в нашу жизнь приходят предновогодние мероприятия. Так в субботу в Видном пройдут игровые развлекательные программы «Елки зажигают огни». Гостей ждут в пяти точках города. В 17 часов у кинотеатра «Искра», в 18 в Центральном и Расторгуевском парках, а также на улице Фокина, и в 18.30 в усадьбе Тимохова-Салазкина. Вечер обещает быть незабываемым. Те же, кто хочет пусть на один день, но стать Дедом Морозом, приходите в субботу в 16.30 в историко-культурный центр. Именно здесь собираются участники парада Дедов Морозов. Единственное условие – нужно иметь с собой костюм, бороду и, конечно, не забыть захватить веселое настроение. Разнообразную культурную программу на выходные подготовили и в Центральной районной библиотеке. В полдень, в субботу здесь состоится заседание клуба путешественников «Поехали». Эта встреча посвящена Рязанскому краю, его древней истории и потрясающей природе. Все пришедшие наверняка не раз вспомнят строки. Как бы ни был красив Шарас, он не лучше рязанских раздолий. Авторство знаменитого уроженца этого края – Сергея Есенина. А в 15 часов там же, в библиотеке, всех ждут в клубе «Фотоснайпер». Профессиональные мастера поделятся секретами, как запечатлеть природу так, чтобы даже самый непогожий день вызвал на фото весь спектр положительных эмоций. Не пропустите, будет очень интересно. А в Горках Ленинских в грядущие выходные в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех» проводятся мероприятия для людей с инвалидностью, их семей и друзей. В субботу в полдень пройдет экскурсия в музее крестьянского быта, а на следующий день в 11 утра запланирована увлекательная программа в киногороде. Также в воскресенье в Центральной районе библиотеки всех ждет писатель Александр Черемин. Автор почти 200 публикаций по истории России и краеведению в преддверии Нового года расскажет о праздничных традициях на Руси. Начало в 15.00. И какие же выходные без кино? Смотрите в кинотеатре «Искра» анимационную комедию «Ральф против интернета». На этот раз «Ральф» и «Ванилопа фон Кекс» выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, которые может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы. Возрастное ограничение 6+. Приходите все с семьей. Вот такие будут выходные, Таня. Уже решила, куда пойдешь? Конечно. Пойдем с детьми на мероприятие под названием «Елки зажигают огни». Кстати, костюм Деда Мороза у нашего папы уже готов. И о погоде. 1 декабря ночью температура может понизиться до минус 14 градусов. Днем мороз ослабеет до минус 9. Будет солнечно и морозно. И это все новости на сегодня. В субботу, 1 декабря, смотрите итоговый выпуск на телеканале Видное ТВ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин